Валерий Соловей дал интервью украинскому каналу «Политика онлайн», в котором опять остановился на теме транзита власти в нашей стране. Перед тем, как перейти к этому вопросу, я вот хочу что отметить. Тему транзита власти Валерий Соловей поднял относительно недавно, от силы полгода назад. И сначала, на первом этапе, ему здесь никто не поверил. Мысль о том, что Путин скоро оставит пост президента России, всем тогда казалась абсолютно нереальной. Теперь же ситуация прямо противоположная. Сейчас практически в интернете уже все СМИ открытым текстом говорят, что скоро Путин уйдет. При этом Кремль молчит, как рыба об лед. И единственным источником, кроме, конечно, канала генерал СВР, который продолжает официально подтверждать, что Путин скоро уйдет, является Валерий Соловей. То есть, с какого буквы не смотри, но этот отставной профессор МГИМО сумел задать информационную повестку всему Рунету. А самое главное, это его информация, практически все, во всяком случае, практически все средства массовой информации, так или иначе поверили. О чем это говорит? На мой взгляд, об одном. Значение интернета в нашей стране буквально на глазах начинает превосходить значение телевидения. А значение этого процесса, причем в самом положительном плане, невозможно переоценить. Я уже обращал внимание наших уважаемых зрителей и читателей на то, что с позиции ноосферного мировоззрения главным признаком фашизма является блокада информации. Ну, я говорил, я являюсь сторонником ноосферного мировоззрения, и разговор об этом мировоззрении у нас еще впереди. Так вот, вероятность того, что номенклатуре опять удастся установить у нас в стране блокаду информации, на глазах снижается и снижается очень быстрыми темпами. Кстати, разговор о ноосферном мировоззрении я уже начал. Начал его в плейлисте «Темное пламя». Он будет на конечной заставке. Кроме того, на конечную заставку я поставлю один из роликов, рассказывающих о ноосферном мировоззрении и о моем романе «Темное пламя». Там я объединил в один ролик три вступительных ролика. Кроме, собственно, плейлиста, я также, естественно, рассказываю об этом мировоззрении в моем научно-фантастическом романе «Темное пламя». В нем я позволил себе через художественные образы показать, каким оно будет, ноосферное общество. Но это так, это небольшое отступление. Вернемся к поднятой теме. Валерий Соловей подчеркнул, что Путину, хочешь не хочешь, но скоро придется пойти на транзит власти из-за состояния здоровья. Поскольку очень скоро он просто физически не сможет исполнять свои обязанности. И хочешь не хочешь, но ему до 2022 года придется оставить власть. Но, есть очень серьезное но. Это он говорил и раньше. Сейчас он к этому кое-что добавил. И это кое-что добавил тоже имеет очень большое значение. А именно, он впервые сказал, что транзит власти, на его взгляд, примет, как он выразился, остро-кризисную форму. И самое главное, далеко не факт, что этот транзит пойдет по путинскому сценарию. Вот как он об этом сказал. Ну, конечно, вовсе нет никаких гарантий, что будет именно так, как в сценарии. Это, кстати, путинский сценарий транзита. Но дело в том, что Путину придется на это пойти из-за состояния здоровья. Он просто физически не сможет выполнять свои публичные обязанности. Это будет исключено очень скоро уже. Поэтому вопрос в месяцах. И начнется это месяцем раньше, месяцем позже. Но это все равно начнется и должно завершиться до 2022 года. Ну, в 2022 году завершится. Но я думаю, что процесс такого характера, как транзит власти в России, скорее всего, примет остро-кризисную форму. И что получится на выходе? Ну, то есть авторы начнут транзит, но что получится на выходе, не знает никто. То есть он дал понять, что российские элиты, похоже, в полной мере между собой не договорились. Ну, а раз так, то нас с вами вполне могут, как говорится, ждать сюрпризы. Сюрпризы какого рода? Он впервые дал понять, что про путинской элите, похоже, не удастся сохранить основы путинской системы. И также он сказал, что она очень этого боится. Также он добавил, что процесс передела власти, скорее всего, будет сопровождаться и переделом собственности, и арестами. И активная подготовка к этому уже идет. Саламон сказал, что впереди очень острый кризис с непредвиденным развитием. Прямая цитата. Поскольку очень многие в элите не хотят, чтобы транзит пошел так, как его задумал Путин. Что здесь можно сказать? На днях еще в одном своем ролике, о котором я не стал говорить на наших каналах, Валерий Соловей сказал еще одну очень интересную вещь. До недавнего времени он полагал, что активы, точнее миллиардные активы, которые друзья Путина вывели за границу, в Россию не удастся уже вернуть никогда. Но недавно он резко изменил свою точку зрения в этом вопросе. А именно, он признал, что ошибался. Он консультировался с сотрудниками спецслужб, и те заявили ему, что он категорически неправ. При наличии политической воли со стороны нового руководства России. Все эти деньги, или по крайней мере большую часть этих денег, спецслужбам в Россию вполне по плечу вернуть. Наша планета сейчас стала очень маленькой. И спрятать такие деньги, равно как и спрятаться самим людям калибра друзей Путина, на нашей планете уже стало практически невозможно. Конечно, если кто-то достаточно могущественный, типа правительство Китая, возьмет их под защиту, то ситуация будет другой. Но Валерий Соловей считает, что это крайне маловероятно. Правда, он сказал об этом уже в третьем ролике. О нем у нас есть публикация, но эта публикация небольшая, лучше зачитаю ее название. «Соловей, как Кремль продает Китаю Сибирь». Тут он подчеркнул, что такое, на его взгляд, вообще невозможно. Китай не будет защищать никак деньги Путина и компании. В данной публикации, небольшой, она у нас есть и в виде ролика. Я, правда, на этом так не акцентировал тогда внимания. Но в самом большом стриме Валерия Соловья, по которому я сделал эту публикацию, вернее, по части которого я сделал публикацию, этот вопрос он рассмотрел довольно детально. Но я уже сказал, он у нас есть не только в виде текстовой публикации на Дзене, этот материал. Он есть также и в виде роликов, что на Дзене, что на Ютубе. Если говорить коротко, Валерий Соловей теперь считает, что Путину и компанию нигде не удастся спрятаться. Как от заслуженного возмездия, так и спрятать свои деньги. В интернете сейчас вовсю гуляет шутка, что любимая песня Путина и компании с некоторых пор нас не догонят. Так вот, Валерий Соловей с этой шуткой не согласен. Он считает, что догонят. И очень быстро догонят. Что ж, будем посмотреть. Лично у меня сейчас появилась уверенность только в одном. Впереди большие перемены. И Путину и компания, даже если не из кожи вон, выпрыгнут. Уже не удастся сохранить статус-кво. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok